На Ярославском шоссе, на пересечении с Малыгинским проездом, состоялось открытие новой эстакады. Эстакаду осмотрели временно исполняющий обязанности мэр Москвы Сергей Собянин, исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Марат Хуснулин и исполняющий обязанности префекта Свау Валерий Виноградов. Сегодня заканчиваем основные работы по реконструкции Ярославского шоссе. Построено две эстакады, три подземных перехода, 11 километров дублеров, почти 30 километров обустроено выделенных полос, около 600 портовочных мест, эти работы практически близятся к завершению, но, собственно, сегодня уже открывается основной ход. Это, конечно, лучше движение по Ярославке, и, что важно, конечно, ускорит движение общественного наземного транспорта. Действительно, как бы, ну, видим то, что в городе фантастически идет развитие дорог и метро и всего остального, и действительно поярно в городе уже находиться. Спасибо вам, Анастасия. Спасибо вам, чтобы это дал эффект. Помимо строительства дорог нам нужно строить метро, пригородные электрички, развивать наземный транспорт, потому что одними дорогами проблемы не решишь, но и без них не решишь проблемы. Так что всем надо заниматься одновременно, вместе, чтобы они давали совместно такой хороший эффект. Ярославское направление является одним из самых загруженных, вы знаете, оно всегда в область, и в область, и в область. Оно всегда и утром, и вечером, всегда у нас стояло всегда в промках, поэтому здесь было несколько причин пробок. Во-первых, несоответствие полос на территории Московской области и Москвы, если у нас по основному ходу Ярославского шоссе входило до МКАДа шесть полос, то дальше за МКАДом у нас на шестнадцатом километре оставалось только четыре полосы. Поэтому первая задача была вместе с федеральным центром отработать синхронизацию и проведение работ по реконструкции Ярославского шоссе. Сергей Семенович, Семенович, несколько раз проводил совещание по этой теме с Дмитрием права, по программой комиссии Совета Московской области. И сегодня участок, который на Ярославке за МКАДом, он тоже уже запроектирован, и там проступили к реконструкции. Ну что, будем запускать. Спасибо вам за работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Из девяти вылетных магистралей, где ведется реконструкция, Ярославское шоссе – самое большое по объемам работ. Особенностью трассы является и то, что на протяжении 12,5 километров она становится бессветофорной. Это касается участка от северянинского путепровода Домкат.